АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ Классная меда и простора. Представники региональных СМИ сегодня у Гомеля обмерковывали новые тенденции подачи информации. Выхованье – огульный клопот дорослых. Представницы Белорусского союза женщин наведали прав техвучилища закрытого типа. А зараз об этом и иншим больше подробно. Пытания важные для бизнеса и инвесторов сегодня обмерковывали у президента. Кировник державы принял с докладом одразу двух вице-премьеров – Владимира Дворника и первого наместника премьер-министра Александра Турчина. У РАД пропонует унести корректировки у законодавства, какое отыщется аграрной политике и лицензованием. Так пропонуется спростить парадок оказания спонсорской допомоги. Это дозволит створить сприяльные умовы для протягнения инвестиций у АПК. Змены в пытаниях лицензования накерованы на то, как ликвидовать за лишнее регулирование. Вопросы лицензирования. Я так понимаю, что проект указа вами подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время. Но при этом я хочу сказать, что мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений, то есть лицензирования. Но я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом надо деятельности заниматься, чтобы идти получать разрешения. У нас, в общем-то, либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована. Но, опять же говорю, жизнь идет, все изменяется. Видимо, где-то что-то надо подкорректировать. Так самая шла говорка об финансовых выниках проведения других европейских гульня. Эта спортивная падея стала серьезным имиджевым проектом для Беларуси. Поспрояло развитию спортивного руху и консолидации людей. В регионе протягивается доброчинная акция «Сбером портфель першокласснику». Сегодня с приемными и корыстными подарунками шмадзетную семью мушковец наведа у старшиня Гомельского облвыконкама Геннадь Солови. На порозе гостей ветлево сустракает господиня-кватеры Татьяна. В зале чекают ей четверо детей. Двойнятки Женя и Егор все лет останут с першоклассниками. Сын Рома пойдет у третья, дочка Дзияна у пятый класс. Кожному от губернатора портфель с усими необходными для учебы приналежностями. На этом подарунке не скончились, а для детей подрихтовали и солодкие сюрпризы. А Рома, який маратья в карьеры футболиста, отримал спортивную форму и футбольный мяч. Я благодарна очень сильно, что вы приехали, что нас посетил губернатор. То, что у детей очень много впечатлений о том, что им подарили. Я всегда мечтала о многодетной семье. У меня очень хорошие родственники, которые нам помогают. Дети замечательные, которые всегда поддерживают маму в трудной ситуации. Я их поддерживаю тоже всегда. Задача дорослых – подарить детям, как могла больше тепла и клопоту, створить все умовы, чтобы они могли успехово вучиться. Подчас проведения областной акции с берем портфель першокласснику уручили уже около тысячи школьных комплектов. Звыше 11 тысяч семей отримали материальную допомогу на огульную сумму у 1 миллион 300 тысяч рублев. Доброчинная акция протягнется до конца жнивня. Да и я так само активно долучаются предприемства и организации региона. Протягиваем выпуск подачи информации на каждом ресурсе повинна быть уникальной. Здарается, что, например, телевизийная новина застаётся поза увагой корыстальников интернета. То же и с газетными текстами. Лишь бы ваяплатформах эта универсальная макчимость зацекает своим контентом аудиторию. Але не все СМИ досягают тут поспеху. Чому? Об этом сегодня разважали представники державных сродков массовой информации на семинары, в взаимодействии электронных и друкованных СМИ во умовах конвергенции у региональной медиапросторы. С подробностями Марина Джалая. Первая часть кастры проходит в выдавецком доме «Гомельская правда». Забавлять, але при этом информовать. Такие короткие, на первый погляд, просто сокрыт лояльности читачу у виртуальной просторы. Одна и та же новина повинна гучать и выглядать по-разному в зависимости от того, где она размещена. У социальной сетки треба выкладывать текавый, скороченный вариант и яркие фото. Ни яких долгих спровоздач и статичных вздымков. Только то, что одразу зачепить мэтовую аудиторию. Причим треба разуметь, что у каждой сетки свой взрослый и новотерриториальный контингент. Самое популярное у беларусов – ВКонтакте. На другим и третьем местах – Одноклассники и Фейсбук. Каждая социальная сеть подсказывает своим функционалам, какие инструменты можно использовать. Это в том числе мультимедийные сторис в Инстаграме, или это какие-то мультимедийные статьи во ВКонтакте. Различные технологии, в том числе загрузка коротких видео с тайм-кодами. И все это сегодня уже начинает использоваться активно нашими, в том числе, государственными медиа. Это очень приятно. Зараблять гроши на контенте, который размещается в социальных сетках, не так просто. Финансовый компонент формируется шастей на властных сайтах выданий. Но социальные сетки – это махчимость нарушать аудиторию. Например, на сторонках группы ВКонтакте, альбо Одноклассниках можно публиковать анонсы, выборочную информацию, фрагменты видеосюжетов, а так само поддерживать заворотную совесть с людьми. Так у метовой аудитории появится мотивация увидеть полный оригинальный материал по телебачению, альбо целиком прочитать газетный артикул. Понятное дело, что самопечатное издание уже не всегда может быть не то, что популярно, но пользуется спросом у читателей. Все больше людей обращаются с информацией в интернет, в радио, в электронные СМИ. Поэтому помочь им адаптироваться в этом мире современном, подсказать, может быть, основные пути движения, то, что обратно вернет им читателей, позволит быть более конкурентоспособными и интересными для всех. У сучасной медиапросторы ставка на универсального журналиста. Просто уметь писать газетные альбо телевизионные тексты в сегодняшних реалях мало. Журналист зараз многостаношник, який сдольный постоянно вучиться, удосконаливаться, моментально ловить новые тенденции и литерально исти за своим читачом. Давать информацию правдивую, актуальную, а ли робить это легко, взаимально, просто. Сегодня журналист, он не тот, который был 30 лет и 20, и даже 10 лет назад. Сегодня журналист и снимает, и пишет, и не только в газету, и не только на радио, как у нас, например. И альбомы делаем, и книги, и фильмы снимаем. То есть, в самом деле, такой многостаношник творческий, универсальный. Протягнулся семинар у телерадиокомпании «Гомель». Об тем, как зараз развивается белый телерадиокомпания, рассказал я и старшиня Иван Эйсман. Основный акцент на тонкостях взаимодействия друкованных электронных СМИ. Сразумело, на узровне республики простее знать оригинальную информационную нишу, и кэп затекавила и телеглядачу, и прихильнику интернет-версии. Але это могут робить и районные газеты, и некоторые это удало демонструють. Например, газеты могут снимать невероятные видеоролики, проводить стримы, и это сразу вплывая на рейтинг выдания. Со временем, как я считаю, границы будут стерты, телевидение уже в интернете, и это будет, в общем-то, все станет одной большой массой, и не будет иметь такого значения. Но пока, в общем-то, нам всем нужно подумать над тем, чтобы мы там присутствовали, обязательно в порядке. Особенно это касается руководителей печатных СМИ, перед ними большой стыд, так сказать, выбор, закрыть печатную версию, может быть, уйти в интернет. Не хотелось бы все-таки, чтобы это случилось, потому что газеты есть газеты. И еще одна думка, какая была скоростной подчас семинара. Работа у интернет-просторы, раскрутка своих сторонок в социальных сетках, ладится эффективней, когда ожидаивается особной редакционной командой. Ее задача – контактировать с аудиторией, сочетать за медиатрендами и мгненно реаговать на информационные потребования читат-шоу и гляда-шоу. Барна Джала, Валерия Гопанько, телерадо и компания «Гомель». Выхование подрастающего поколения «Клопотогульный» сегодня в Петраковском районе Белорусский союз «Жан-Чын» дал старт новому проекту, накереванному на объединение намаганий в «Клопоте» в детях. Представницы громадского объединения, начале знаместником старшины Лилии Ананич, наведали выхованок Петраковского специализованного профессийно-технического училища закрытого типу. С подробностями Явгиня Кухаронак. Это учреждение закрытого типа, профессионально-техническое училище для нас особое тем, что здесь тоже наши дети. Девочки, которые по тем или иным причинам попали в это учреждение, но мы, женщины состоявшиеся, женщины небезразличные, хотим немножечко своего тепла привнести в их жизнь. И самое главное – показать, что даже если один шаг неверный, это не значит, что вся жизнь уже состоялась. По местовой библиотеце народилась идея включить установу еще один проект Белорусского союза женщин – семейное читание. Отповедно ему плануется выпуск серых книг, якие представят створы белорусских и замежных авторов, казки, познавальную литературу для детей. Выдание пополняет библиотечки шмадетных семьях и так, где выховывают детей, которые застались без опеки батьков. У якости приемного выключения проект завитает и у Петриковской в училище закрытого типу. У выхованок еще будет мягчимость передать любое дочитание своим близким. Интересна судьба каждой, как у нее служится после выхода из специального учреждения. Поэтому даже те девочки, которые повыходили 5-6 лет, они все равно с нами в контактах, в одноклассниках, в сети и как бы переписываемся. Они даже с психологом делятся своими где-то проблемами. Концерт, подрихтованный выхованками установы, отримался щирым и душевным. Словы песни, ци верши кранали жяночье сердце и слезы нельга было стримать. Плакали и сами девчаты. Кульминационный момент встречи, обмен подарунками и чаепития у теплым жяночьем крузе. До речи, на этот день был запланован еще один адрес жяночьей допомоги. Простовницы БСЖ уручили портфели и сумки для спортивной формы будущим первоклассникам, уродженцам Петриковского района. Она очень хочет школу, хотя, может быть, еще не совсем готова, так, чтобы она знала, что это ее подарок, что это ее сюрприз, что она пойдет в школу, что у нее все есть. Я хочу стать испытательницей. Традиционная акция Белорусского союза женщин с берем портфели разом будет проходить на протягу тыдня, до Дня Ведов. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель» с Петрикова. Уборка сбоживых культур должна завершиться в Беларуси на этом тыдне. У поляк состоится больше, чем 3% уроджаю. Огольный выник по краине на сенья – 6 миллионов 413 тысяч тонн сбожа. У господарка Гомельской области обмолочено свыше 97% посевов. Областный каравай вважится май 680 тысяч тонн. Целком завершили работы хлеборобы восьми районов. Уборочную компанию протягивает сбор уроджаю бульбы. До этого проступили у семи районах в области. Собрано омаль 2 тысячи тонн. Допомогают сбирать уроджа и активисты Беларусского Республиканского Союза молодые. Зараз на полях Гомельской области працуют 40 сельско-господарших студотрадов. Один из их отрат – Маланка. Имя героя Советского Союза Ивана Семенцова працует разом с работниками КСУП «Тяпличная». Группу с восьми бойцов означаливаются девчаты, командиры, комиссар. Они учатся у Головинской средней школы, а у летку вы решили заработать гроши и отримать первый працовный опыт. Мы приходим к 8.00 на проходную. Нам говорят, куда идти. Чаще всего это помидоры или морковка. Мы идем на помидоры или морковку, потом собираем. И где-то собираем, может, до 12. Работается иногда трудно, но весело. Мальчики помогают. На сегодняшний день уже трудоустроено свыше 4,5 тысяч молодых людей. Это в составе студенческих отрядов и также индивидуально. По студенческим отрядам мы уже вплотную приближаемся к цифре в 3 тысячи человек трудоустроенных. Это только студенческие отряды. Но еще у нас ждет второй бум. В Гомельской области практически все сельскохозяйственные предприятия как-то отзываются на наш клич и предлагают свою помощь. Берут либо студенческими отрядами, либо же как-то индивидуально принимают. В Гомельском районе активистов все лето приняли коллективы некоторых организаций. Например, у Ксупы Брыльова бойцы допомагают на уборце яблоков. У Гомельским доследчимы Лязгасе доглядают за лесными культурами. Молодь так само занята на подсобных работах у агрокомбинате Паудневы и доброупорядкованной территории Птушкафабрики Рассвет. У Знагорода замоцные веды отбел телерадиокампании. Мазирский шестиклассник Владислав Дудковский стал переможцем телевизионного шоу «Я ведаю». За досягнение своего наученца гимназия имя Янки Купалы отримала каштовный подарунок. Сенсорная интерактивная панель будет усталевана у одним из классов. У Владислава перемогает в суперфинале и балами, которые набрал с широкого нарыца. Почувствовал радость, маленькое восхищение, что я смог. Довольно сильно волновался, как и сейчас. По словах у Владислава, перемогчи было непросто. До конкурса рыхтовали педагоги, многое зарабил сам. Пытания тычились алитарально у всех предметов. Преоритеты мазирского школьника, математика и география. На шоу своего вушня подтримливала классный керавник. Кажет, что у Перамозе не сомневалась. Мы впервые, у нас был первый опыт таких телевизионных съемок. И плюс это была игра, поэтому было очень волнительно. Мы переживали за результат. Но, конечно же, у меня была уверенность, что у нас все будет хорошо. Мы гордимся, что у нас в гимназии учится такой умный мальчик. И большое спасибо за подарок. У гимназии Перамога и своего наученца гонорация и жартуют. Были б шоу и конкурсы, а интеллектуалы у нас за все дызнойдутся. Начальник управления внутренних справ Гомельска Габлова Конкама откажет на пытание Жихаров региона. У ближайшую сираду, 28-го жнивня, генерал-майор милиции Александр Васильев проведет правую линию. На сувезе он будет с 9 до 11 годин. Пытания, какие отыщатся деянности органов внутренних справ, можно задавать по номеру телефона у Гомеля 96-74-32. По споборничать и отпочить в Ветковском районе отбылся первый областный милицейский туристичный взлет. Удельники переодолевали полосу пирожкот, перетягивали лину, стреляли у лазерным тиры и презентовали свои палаточные лагеры. А так само демонстровали свои сдольности подчас творчего конкурса. За перемогу на взлете змогались аркоманды 14 районных отделов внутренних справ. Споборницкое складающее мероприемство безумовно важное. Показать добрый выник может только подрыхтованный и сгуртованный коллектив. Однако главная мета массового выезда на природу – отпочинок. Основная цель и задумка – это активный отдых. Это возможность нашим коллективам в выходной день побыть своими семьями, отдохнуть, культурно провести мероприятия и получить массу удовольствия просто от нахождения на природе. Лепшая в агульном залику первого туру взлета милиции в области стала команда отдела внутренних справ советского района Гомеля. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле сотрудники Департамента охраны сдержали автоворов. Двое молодых парней пытались вытащить из иномарки магнитолу, но не успели. Помешал патрульный экипаж милиции. Сотрудники охраны железнодорожного района Гомеля оперативно прибыли по сообщению. Злоумышленники, видимо, хотели вскрыть еще один автомобиль и высматривали через окна машин ценные вещи. Но как только увидели патрульных, тут же выбросили магнитолу из рук и попытались скрыться. Не удалось. Милиционеры догнали воров и доставили их в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Очередной наезд на пешехода в Гомеле сбили 22-летнюю девушку. Как сообщили очевидцы, она не переходила, а перебегала проезжую часть по улице Барыкина. Тем не менее, двигалась по пешеходному переходу. А сбил ее 49-летний водитель автомобиля Рено. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают о недопустимости спешки на дорогах. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям, быть отдельно внимательными, потому что на дорогах уже большое количество появляется юных участников дорожного движения. Поэтому проявляйте внимательность при подъезде к пешеходным переходам, также вблизи остановочных пунктов, ну и, конечно, при движении в дворовой территории. Будьте очень внимательны, потому что дети могут выйти на дорогу даже из-за стоящего транспорта. Трагедия произошла накануне и на станции Костюковка под Гомелем. Поезд насмерть сбил девушку. Вдоль пути железнодорожного переезда она катила свой велосипед и, как только заметила приближающийся состав, решила ускориться и пересечь пути на велосипеде. Машинист подал звуковой сигнал, но реакция была неоднозначной. По факту инцидента назначена проверка. Всего же в Гомельской области с начала года на железной дороге погибли 9 человек, среди которых 15-летняя школьница. Спал прямо на земле и питался черникой. Под хойниками заблудившийся грибник три дня провел в лесу. Туда он пошел вместе со знающим окрестностей товарищем. И он смог найти дорогу обратно, а его неопытный друг нет. В лесу грибники разделились, после чего 53-летний местный житель окончательно потерял ориентиры. Блуждал мужчина несколько дней и только на третьи сутки его смогли отыскать. Нашли грибника милиционеры, когда прочесывали возможные маршруты. Мужчина сидел на земле, был в сознании, мог передвигаться самостоятельно, но был сильно обезвожен. Говорит, питался земляникой и черникой, а спал прямо на земле. Такой обзор происшествий на сегодня. Берегите себя и близких. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Три победы, одно поражение и второе место. В Гомеле сегодня завершился международный гонбольный турнир. Соперниками мужской команды гонбольного клуба «Гомель» были молдавский ПГУ, украинский ЗНТУ «ЗАС», дубль чеховских медведей из России и могилевский «Машека». Команда Сергея Цыганкова стартовала с победы над Тираспольским ПГУ 37-34. На следующий день в соперниках у хозяев был могилевский «Машека». Поединок хоть и товарищеский, но принципиальный. В стартующем в скором времени чемпионате Беларуси дружины будут бороться за призы. Этот матч «Машека» оставил за собой 28-25, а тренерский штаб Гомеля получил пищу для размышлений. Мы получили хороший материал рабочий, который у нас есть месяц еще до игры с «Машекой». Поэтому я думаю, что мы подтянем еще наши те моменты, где мы упускаем. И я думаю, что в этом году у нас совсем другая команда будет. Далее Гомель без проблем разобрался с украинским ЗНТУ «ЗАС». 37-27, а в заключительный игровой день был сильнее второй команды клуба «Чеховские медведи» из России. По ходу первого тайма этого поединка хозяева уступали. Им на разрыв доходил до четырех мячей, однако на перерыв команда Сергея Цыганкова отправилась, ведя в счете 17-16. На втором тайме гомельчане сумели удержать необходимое для победы преимущество 33-31. Этот матч подвел черту под чередой предсезонных спаррингов. За девять дней гомельчане проявили восемь игр. Всяг уже есть, явно, что Климовец – игрок основного состава, Ярош – это из молодых основного состава. Ну, остальные остаются те люди, которые были в прошлом году, добавились в нам. Сергей Арловский разыграющий и линейный Евгений Кравченко. Ожидаем, вот выйдет Иван Телепнев, существенное усиление, который не играл еще на двух этих турнирах с травмой. Поэтому я думаю, что то, что мы отрабатывали, то, что мы планируем, я думаю, мы выполним. В субботу, 31 августа, стартует чемпионат Беларуси в первом поединке. Гомель дома сыграет со столичным БГУ ФК «СКА». «Локомотив» и «Химик» победили. Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. На железнодорожнике дома были сильнее «Пинской волны» 3-1. Светлогорский «Химик» добавил интриги в медальной разборке чемпионата, обыграв лидера турнирной таблицы «Смолевичи» на 1-0. Речицкий «Спутник» 17-й тур пропускал. В турнирной таблице «Реческая команда» на 6-м месте. «Локомотив» на 3-м. С отставанием от лидера «Смолевичи» в 3 очка. «Химик» на 10-м месте. Папа, мама, я, футбольная семья. Областной этап футбольного фестиваля прошел в Гомелем. Более 70 семей собрались не только побороться за звание самой футбольной семьи областного центра, но и испытать спортивный азарт и дух дружеской борьбы. Формат проведения фестиваля не изменился. Мини-турниры по футболу прошли в шести группах. Среди отцов, матерей и детей в зависимости от возраста. Каждый член семьи, исходя из занятого места своей команды, в каждой из групп приносит баллы в семейную копилку. У кого очков по окончании соревнований окажется больше, тот и становится лучшей футбольной семьей. «Было у нас зарегистрировано порядка 79 семей. Люди буквально за полгода уже спрашивают, когда будет следующий фестиваль. Волнуются, переживают. Людям это очень интересно. В таком формате, понимаете, семьи когда собираются, это же прекрасно». «Мне очень понравился сам процесс футбол, как судят судьи. И мне очень понравился этот праздник. Я хочу, чтобы он повторялся еще и еще». «В мероприятиях, где все участвуют, и родители, и дети, оно изближает. Все занимаемся одним делом – футболом». Главный приз и звание чемпионов получила семья Ковалевых из Гомеля. Финальный этап фестиваля «Папа, мама и я. Футбольная семья» пройдет 14 сентября в Минске. Нашу область на республике представят 14 семей. Пять из Гомеля, по три из крупных районов. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...